МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующая проблема жителей поселка Новый Кихулай – бездорожье и наводнение из канализационных стоков. Почему просьбы людей о капитальном ремонте улицы игнорируются властями через пару минут? Вместо пастбища – кирпичный завод. Сотрудники Россельхознадзора Республики обнаружили предприятие по обжигу камня на землях сельхозназначения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая добрая в России, по мнению читателей, газета «Ас-Салам». Издание выходит на лезгинском языке уже 20 лет. Редакция газеты принимает поздравления. Дорога в разрушенном состоянии, а вода из труб бьет ключом. Жители поселка Новый Кихулай вот уже 10 лет пытаются решить проблему плачевного состояния улицы Абдулаева. Активисты ОНФ среагировали на обращение граждан и прибыли на место. Зумруд Гамидова разбиралась в ситуации. После одного дождя здесь невозможно проходить. Ни с колясками не можем выйти, нормальные обуви не можем выйти. Я иногда бахило одеваю, выхожу, иду до асфальта, а потом – это что такое? На свою проблему жители улицы Абдулаева пытались обратить внимание властей больше 10 лет. В 2008 году улица была асфальтирована, однако этот участок дороги остался нетронутым. Более того, при малейшем дожде канализационные стоки заливают улицу и затапливают дома. Мы поменяли своими силами водопровод, который установили городские власти в 90-е годы. А сейчас она течет. Через каждые 10 метров мы ставим хомуты, поэтому невозможно так нормально жить. Постоянно на улицах вода. Проблемы, по словам жителей, начались после того, как на соседней улице проложили ливневую канализацию. Еще при прокладывании трубы рабочие наткнулись на проложенную ранее хосфекальную канализацию. Отрезав мешающую им трубу, присоединили ее к ливневке. Позже канализация забилась и стала отравлять жизнь горожан. Асфальт, почему мы говорим, потому что при укладке асфальта, значит, по правильному уклону вода, дождевая вода ушла бы в сторону. И наши огороды, дома остались бы чистыми и так далее. Мы хотим этого. Мы просим вас всех именно помочь этой части и асфальтировать нашу часть улицы Абдулаева. И поменять водопроводную линию. Вместе с сотрудниками ЖКХ активисты ОНФ осмотрели проблемный участок. Коммунальщики заверили, что есть проектно-сметная документация. И неоднократно давались предложения на включение улицы в план капитального ремонта. Однако всякий раз работы откладывались. К сожалению, финансирование не было и она осталась так за бортом. На следующий день мы очередной раз сделали замеры. Сейчас делаем дефектный акт. Здесь есть проблемы, связанные с водопроводом, канализацией. Нами будет направлено письмо Горводоканал для устранения этих недостатков. И нужно будет искать пути финансирования. Наряду с проблемой канализации существует и проблема ветхого трубопровода, который требует замены. Почти каждые 10 метров есть протечки. Вода бьет ключом из-под земли, отчего на улице образуются большие лужи. Принято решение с представителями ЖКХ города и представителями Ленинского района города Махачкалы, что необходимо собрать необходимую документацию, подготовить проектно-сметную документацию и включить данную улицу в ближайшее время на реконструкцию и на асфальтирование. Со стороны Народного фронта мы будем это держать под своим контролем и надеемся, что принятые меры придут тому, что будут созданы нормальные и приличные условия для людей. По итогам проверки активисты ОНФ обратились в администрацию города с просьбой содействовать устранению проблем. Необходимые меры должны принять и в Махачкала-водоканале. Ведь речь идет о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сейчас же единственным решением ситуации остается подсыпка дороги Грайви. Зумруд Гамедова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. На пастбище в Карпадахкенском районе обнаружен заброшенный кирпичный завод. Предприятие по обжигу камней общей площадью 90 тысяч квадратных метров находилось на участке для ведения животноводства сельскохозяйственного кооператива «Мугурух». В коде проверки Управления Россельхознадзора установлено невыполнение требований по защите земли и охране почв. По факту нарушения, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В Дагестане заменят все старые школьные автобусы. Более 160 машин до конца текущего года поступят в республику. Об этом сообщили пресс-службе Миноборнауки Дагестана. Впервые школьный автопарк обновляется за счет регионального бюджета. На эти цели предусмотрено 186 миллионов. Деньги позволят закупить 95 автобусов, которые пригодны к эксплуатации в течение 10 лет. Отметим также, что в текущем году за счет поддержки федерального бюджета будет закуплено еще 70 автобусов. Первые рейсы они совершат уже до конца этого года. Цены на товары и продукты в Дагестане выросли на 3%. О росте потребительских цен сообщили в региональном органе госстатистики. Так, в ноябре этого года наблюдалось подорожание плодоовощной продукции. Цены поднялись в среднем на 5,4%. Больше всего подорожали помидоры, огурцы, виноград, чеснок и груши. При этом подешевел сахар, пшено и некоторые виды кондитерских изделий. Сегодня во всей стране отмечается День Конституции. Это один из самых значимых государственных праздников России. В Махачкале студенты правовой академии отметили праздник флэшмобом. Молодые люди напомнили прохожим о важности конституционного права в жизни каждого человека. Студенты интересовались у прохожих, какой сегодня день, и вручали каждому брошюрку Конституции. Сегодня студенты Северокавказского института Всероссийского государственного университета юстиции вышли на улицы города с целью просвещения населения, чтобы узнать, насколько обыденному человеку, человеку, который не занимается юриспруденцией, известны его права, свободы и вообще, на чем основывается вообще правовая система нашего государства. Сегодня день конституции. Знаете ли вы свои права? Конечно. Мы хотели вам предоставить Конституцию нашей Российской Федерации, чтобы вы ознакомились с вашими правами. Чего? Нашего государства? Нашего государства, конечно. 5 декабря был. Это был день юриста? Нет. 5 декабря был день Конституции Советского Союза. Я до сих пор в этом состоянии нахожусь. Ты знаете о своих правах? Нет, ничего не знаю. Знаете, такой вот груз лежит, обязанности на нас, а прав что-то только дышать. Сегодня какой день, какой праздник? 12 декабря. Так, день. Конституции. Да, 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 день Конституции. Мне нравится жить в нашем государстве, но по законам Конституции мы не живем. Так наши студенты ходят по парку, опрашивают людей, спрашивают, какой сегодня день. И знаете, не все помнят, какой сегодня день. Газете «Ассалам» на лезгинском языке 20 лет. Торжественное мероприятие в эту честь прошло в историческом парке «Россия. Моя история». Поздравить с редакцией с юбилеем пришли представители власти, общественники и религиозные деятели. В этот вечер звучали строки Корана, нашиды и стихи. Выступающие рассказали об истории становления издания и его целях. Тему продолжит Хамзан Ромакомедов. Эту газету считают самой доброй в России. Она издается на девяти языках, один из которых – лезгинский. С 99-го года коллектив издания на национальном языке печатает познавательные статьи. Достоверные новости отвечает на вопросы подписчиков. Это единственная газета, помимо национальных, это единственная газета на религиозную тему. Лезгинская газета «Ассалам» – это как и является версией от русской. Но здесь больше внимания деляется на лезгинские темы, больше, что касается лезгин. Газета имеет 12 страниц. Материалы составляют ученые-богословы, историки и психологи. Тираж на лезгинском языке составляет более пяти тысяч. Поздравить редакцию с круглой датой пришли более двухсот человек. Среди них и представители власти. Эта газета выполняет несколько функций. Одна из которых – просветительская работа для тех, кто верует. А другая – те, которые открывают, для тех, которые, ну, по крайней мере, не пришел ислам или еще не было такой возможности, дает первое представление об исламе, рассказывает о том, что это такое, о вере, что человек не может жить без веры. Выступающие говорили о роли газеты в объединении народа, развитии культуры, сохранении языка и стабильности в обществе. Для зрителей звучали строки священного Корана, нашиды известных исполнителей и стихи маленьких детей. В завершении вечера представители издания наградили благодарственными письмами за распространение духовно-нравственных ценностей. Хамзанур Магомедов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин